Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о фитнес-клубе «Зебра» на Ленинградке. Я хожу туда с момента открытия, где-то с 2012 года. Когда он еще не до конца был открыт, там делался бассейн, продавались со скидкой карты. И сначала я ходил только в тренажерный зал, потом начал уже и ходить в бассейн. Какие плюсы у этого фитнес-клуба? Во-первых, он находится недалеко от моего дома, но с другой стороны, он очень близко к метро, то есть немножко ближе к метро водный стадион, чем к метро речной вокзал. Но очень удобно, я думаю, тем, кто едет из области. Он расположен с западной стороны Ленинградского шоссе, то есть тем, кто едет вечером из центра, приходится немножко там разворачиваться на Беломорской улице и возвращаться назад. Потому что такого прямо подъезда со стороны от водного стадиона нет. То есть либо бросать машину напротив и переходить по подземному, там по двум подземным переходам к этому фитнес-клубу. Он расположен в такой небольшой низине, прямо рядом с Ленинградским шоссе, бесплатная парковка. Ну вот сейчас ее даже немножко расширили. Это здание там частично пустует, но сейчас вот появились все-таки арендаторы, где-то еще там не доремонтировали. То есть сам фитнес-клуб занимает примерно половину этого здания. У нас такой полуподвального такого плана, то есть первый этаж и второй этаж, и такой полуподвальный, но с окнами, естественно, машинами. Значит, что? Во-первых, конечно же, там красивые девушки на ресепшене, когда туда заходите. Есть велопарковка, но были случаи, конечно, кражи с нее велосипедов. Хотя однажды я забыл взять с собой велозамок, и мне разрешили поставить велосипед прямо внутри номера. Ну, опять же, есть раздевалка, там какой-то магазинчик, наверное, с большими ценами никогда не ходил. Есть сейфовые ячейки. Туда я давно уже ничего не кладу, в принципе, оставляю кошелек прямо в шкафчике. Никто еще, там никаких случаев кражи не было. Тоже забавная информация. Значит, там оборудовали эти полотенца встроенными такими датчиками украдывания. Вот, и, соответственно, когда люди ходят с этими полотенцами умышленно, либо случайно, начинает работать сигнализация, би-би-би, и, соответственно, их, если два раза так повторяется, то людей штрафуют. Однажды я, правда, потерял ключик, или что-то еще я потерял, он ключ потерял, отварился он у меня от браслета, да, на руке, и пришлось заплатить штраф. Вот, и такая единственная неприятность была. Значит, к недостаткам данного клуба можно отнести отсутствие кулеров, то есть какая-то принципиальная позиция сотрудников клуба. Были проблемы, значит, на начальном этапе, да, когда он тут только запускался, но большая часть из них все-таки там была решена. То есть там поставили кондиционеры в тренажерном сале, наладили там вытяжку в раздевалке, вот, то есть какой-то периодический там косметический ремонт делается. Понятно, что, значит, клуб такой вот бюджетной категории, но там есть такая секция VIP-раздевалка, да, то есть если вы хотите переплатить, то можно. Ну, то есть предлагают, естественно, какие-то дополнительные услуги, типа массажа. Естественно, они зарабатывают на тренировках. Ну, то есть моя точка зрения, что здесь тренер – это некая внешняя такая мотивация. То есть когда ты покупаешь тренировку, идти с умным видом, то есть это в основном девушки этим пользуются, женщины, то есть ты подиваешь, подиваешься, когда у тебя нет силы воли достаточно, или там женщины некоторые там боятся тренажера, не знают, как им подойти, то вот им все это рассказывают с умным видом, красивые такие накаченные инструкторы, им выдают такие маечки, такие красные фирменные, они красиво в них выглядят, то есть там такие хорошие ребята. Вот, ну, с точки зрения там, насколько они там грамотно тренируются, сложно, но отрабатывают, то есть у них там план есть по продажам, то есть записи. И цены, сложно мне сказать, вот именно по тренировкам, не брал никогда ни тренировки, ни в бассейн, ни в тренажерный зал. Теоретически там есть и для детей занятия, но, то есть я записал ребенка, и она в свободное, ну, в любое время, да, там до 22 часов дети туда могут ходить. По поводу, извините, что так немножко сбив черта непосредственно, много всяких моментов сразу в голову приходит о фитнес-клубе. То есть, опять же, есть несколько этих категорий, да, несколько абонементов, я беру всегда на год, обходится это от там 28 до 32 тысяч, то есть, естественно, я не покупаю, там у них всегда есть как-то типа регулярная цена и постоянные акции к этой цене. Вот, ну, самые низкие цены, там, не знаю, 31 декабря какие-то акции, там, по 28-900, ну, что-то такое. Вот, под праздник, то есть раз в квартал, там стабильная какая-нибудь акция. И на продление она действует, и на это, поэтому самое выгодное на год покупать. Смысл покупать на более короткий период я не вижу. Вот, естественно, в отделе продаж, там, длинноногие, там, есть и девушки, и красиво все рассказывают. Ну, есть, допустим, тренажеры, да, на них большая нагрузка идет, и где-то что-то там бывает отваливается. Вот, ну, не очень оперативно, честно говоря, ремонтируют какие-то неисправности. Вот, то есть, за счет усталости металла просто там приходится там все заново приваривать. Хотя тренажеры, казалось бы, там нормальных марок. Я даже видел фильм, когда Путин на таких же тренажерах занимался, хойст. Вот, но иногда, конечно, они выходят на строй и абсолютно оперативно их не ремонтируют. Иногда даже есть такая табличка с изображением зебры, да, там, я устал, хочу отдохнуть. Вот, категория, там есть как бы такие постоянные, постоянно, вот каждый день люди там качаются, ходят на беговые дорожки и так далее. Беговых дорожек, в принципе, достаточно. Редко их там, когда не хватает, именно когда вот в летний сезон вообще никаких проблем нет. Периодически не работают. Сауна, вот, опять же, связана с тем, что, ну, неправильно, наверное, и пользуются. Она не предназначена для того, чтобы на нее прескали воду. Ну, вот, это нестребимое желание людей наших брызгать туда воду. Вот, в бассейн большой, 50-метровый, есть гидромассаж. То есть, формально их, там, 5 лежачих, но из них работает только 2. И 2 сидячих из них работает только один гидромассаж. Ну, поначалу это интересно, потом немножко так привыкаешь к этому гидромассажу. Температура воды, вот сейчас бассейн 28, температура воздуха 28. Есть эти, да, чеки температуры. Там же рядом с бассейном есть влажная сауна, да, хамам. Ну, тоже бывает, наверное, температура, бывает, какой-то там запашок присутствует. Сантехника, вот эти души постоянно. Вот сейчас недавно обновили, вот эти, за 5 лет первый раз обновили, вот эти мыльницы, да, такие металлические. Периодически не хватает мыла, поэтому, как правило, мыло есть рядом с неработающим душем, да. То есть, если у вас закончилось мыло, идите туда. Вот, жена у меня тоже туда же ходит, и у женщин есть еще инфракрасная сауна. Вот, или там вход рядом, это инфракрасная сауна, рядом с женской раздевалкой. Опять же, есть тоже и женская вибраздевалка. Есть йога, я раньше-то ходил на йогу, но сейчас в основном хожу именно на тренажеры для рук, и даже там для ног. То есть, это способствует, то есть, два раза в неделю, вторник, пятница, я себе привил, и все время хожу на эти тренажеры. Значит, в раздевалке бывает немножко тесновато, или как-то странно, они ключи выдают, что одновременно там два человека как-то вот пытаются там подлезть, тоже бывает дискомфорт, или там по голове, да, с этим таким-то спарином крышкой сам себе даже бывает даешь. То есть, ну, может быть, в VIP-раздевалке там более комфортно все это выглядит. Есть бумажные полотенца, бесплатно выдаются на входе. Обычное полотенце, вот, соответственно, мыло я уже сказал, да, там в диспенсерах. Немножко грязноватые, конечно, туалеты, но есть подставка для того, чтобы сидеть. Вот, то есть, периодически что-то там немножко ремонтируют, какие-то там обои меняют, где-то какую-то фотографию тренеров вывешивают. Вот, ну, медленная работа ведется. Сейчас открывается дополнительный какой-то небольшой магазинчик при входе. Вот, есть кардио-тренажеры. В принципе, на сайте вы можете посмотреть вот это вот полный печень, все, что-то там есть. Но, по факту, конечно, много из этого вы не будете использовать. Это так, наверное, вкратце, да, что я хотел рассказать об этом фитнес-клубе. В принципе, сотрудники более-менее приветливые. Ну, немножко может надоедать некая там навязчивость тренеров поначалу, ну, потому что им нужно продать свои услуги, свои тренировки. Вот, где-то они там подскажут, вот, как более правильно с их точки зрения на каком-то там тренажере заниматься. Естественно, есть там бесплатная первая какая-то инструктаж а-ля тренировка, да, такая краткая проход по тренажерному залу. Вот, в бассейне обязательно нужно иметь с собой шапочку и плавки, естественно, да, то есть без шапочки. То есть они приучили все-таки посетителей за несколько лет, что обязательно шапочка. Вот, в принципе, там можно просить и бесплатно. Тут ласты, есть акваэробика, естественно. Вот, иногда на нее хожу, но бывает, ну, если прохладная вода, то тяжеловатая. Там, в основном, пенсионерки, да, на нее ходят. В общем, если у вас есть вопросы по фитнес-клубу «Зебра», то задавайте их в комментариях. Вот, если что, я постараюсь на них ответить. Вот, куча всяких отзывов в интернете. Вот, там и со страшной руганью, там, и кому-то что-то там не понравилось, кто-то ожидал, какой-то там, едем, какой-то там супер-пупер сервис, да, там, за эти деньги. Но спортом заниматься можно более-менее, там, безопасно, и групповые занятия есть. Вот, и, пожалуй, даже я вот не полностью использую возможности этого клуба. Вот, так что главное, занимайтесь спортом регулярно, ходите в фитнес-клуб, фокусируйтесь все-таки на приятных вещах, а не каких-то там недостатков, каких-то, не знаю, там, перегоревших лампочках, или грязных санузлах, там, или душных раздевалов, да, ну, как-то. Думайте, в первую очередь, о своем здоровье. Вот, успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok